друзья всем привет с вами я александр сегодня я хочу вас познакомить с новым смартфоном от компании 88 49 дочернего бренда юнихерц моделью танк 3s поставляется смартфон в традиционно огромной коробке для всех моделей компании внутри мы обнаруживаем сразу же защитное стекло на экран документацию зарядку на шестьдесят шесть ватт и кабель из битой цены из битой сам аппарат по факту он является слегка упрощенной версии своего старшего брата танк 3 pro буковку с можно в данном случае перевести как slim поскольку здесь стоит чуть меньше батареи аппарат стал ну немножко стране если так можно сказать также у него появилось два фонаря вместо одного версии про это у нас уже от танк 2 так сказать наследство но и немножко камеры порезали нету здесь теперь ульта широкоугольного модуля во всем же остальном это абсолютно тот же танк 3 pro органы управления кнопка включения она же сканер отпечатка есть небольшой у нее люфтец это забор системы охлаждения для проектора dlp который тоже никуда не делся здесь наверху эта система его выпуска инфракрасный передатчик здесь у нас разъем для двух sim карт и карты памяти установлены одновременно колесико фокуса настройки проектора две кнопочки громкости и 2 дополнительные клавиши снизу никуда не делся 35 миллиметровый разъем и юсб тайп си второй версии динамик смартфона 1 здесь мощная проушина камеры как я уже сказал три стола вместо четырех инфракрасные светодиоды подсветки и обычная вспышка стекло имеет олеофобное покрытие как фронтальная так и камеры плюс здесь еще наклеена дополнительная пленочка на стекле камер защита от пыли и влаги имеется по стандарту ip68 и защиту от падений с полутора метров также присутствует размер аппарата вы сейчас видите на экране как я уже сказал он стал немножко стройнее в толщину потерял целых пол сантиметра и вес устройства составляет 617 грамм далее по экрану смартфона здесь все совершенно без изменений по отношению к старшему брату установлена точно такая же ps-матрица с диагональю 6 78 сотых дюйма разрешением full hd плюс 2460 на 1080 точек плотностью пикселей 396 ппи максимальной яркостью заявленной производителем 580 нит и частотой обновления до 120 герц несмотря на отсутствие расширенного цветового охвата 10 петри этот смартфон имеет очень хорошие углы обзора отличную цветопередачу как у большинства хороших IPS матриц яркость максимальная также подтвердилась в общем-то как и у предшественника это действительно честные 580 нит и на ярком солнце экран остается читаем мультитачу смартфона поправили теперь он уверенно распознает 10 касаний также в играх были проблемы помните у танка 3 pro с прицеливанием дискотизации тоже здесь все это пофиксили и теперь мы имеем отличную плавность работы в том числе и в играх далее по начинке смартфона она также не изменилась по сравнению со старшей моделью и это отлично потому что здесь установлен 980 2004 нанометра 8 процессорных ядер четыре из них это кортекс а 78 максимальной частотой одного из них до 3 1 гигагерца и 4 ядра энергоэффективных кортекс а 55 до 2 гигагерц графический ускоритель мали g610 mc6 оперативная память стандарта lp ddr5 ее может быть либо 12 либо 16 как в моем случае гигабайт и накопитель на 256 либо 512 гигабайт как моем случае стандарта и fs 3 и 1 максимальная скорость последовательного чтения достигает 1 91 гигабайта в секунду в общем и целом это отличное решение можно сказать флагманского уровня тест гигабайт по центральным ядрам и gfx benchmark по графической подсистеме это собственно подтверждают производительность у него прекрасная память и оперативная и встроенный накопитель достаточно быстро и по графической части мы имеем прекрасная возможность поиграть во все современные игры на уже высоких настройках тортлинг тест 100 потоков в 30 минут показал падение производительности 26 процентов но в обычных задачах это никак не проявляется плюс смартфон не страдает перегревом все игры тащит на ура проблем никаких в его работе я не заметил связано с повышенными температурами по датчикам набор так сказать вполне не бывает акселерометр освещение приближения кстати нормальный здесь инфракрасный позже покажу вам как они работают во время разговора имеется магнитометр аппаратный гироскоп а также барометр в общем на все случаи жизни датчики в аппарате имеются следующий пункт это батареям смартфоне установить и он и аккумулятор емкостью 15600 миллиампер часов кстати здесь значится емкость от старшего брата танк 3 pro 23 800 и емкость стала меньше примерно на 35 процентов зарядка тоже вместо 120 ваттный стала 66 ваттный однако из уменьшенной батареи скорость ее сильно не изменилась до 50 процентов аппарат заряжается за 40 минут а до 100 процентов за один час тридцать три минуты и типичные примеры автономности первое это youtube 10 860 кадров яркость 200 нит аппарат смог проработать один день 16 часов 13 минут что конечно несколько меньше чем у него старшего брата но все равно остается очень хорошим результатом далее видео оффлайн mx player аппаратное декодирование 10 80 30 кадров результат один день 22 часа 27 минут что тоже на мой взгляд просто отлично и в батарейном тесте пакета писем арк смешанные нагрузки аппарат показал 36 часов 13 минут работы конечно же при такой батареи будет высокая автономность и достигается это вот такими вот монструозными размерами и серьезным весом аппарата далее поговорим о работе навигации смартсон поддерживает спутниковые системы gps глонасс байду и галилео диапазон спутниковых приемника 1 и 5 количество спутников большая точность два метра по дорогам ведет ровно как всегда вы видите запись с экрана как я перехожу через дорогу и по ней прекрасно видно что адекватно себя ведет и магнитный компас и позиционирование на карте в пешеходном режиме остается достаточно точным ну и разумеется при такой работе пешеходном режиме во всех автомобильных навигаторах никаких проблем с навигацией быть просто не может далее по вай фай смартфоне установлен двух диапазонный приемник 2 и 4 5 гигагерца работает с протоколами и биди n и си и x то есть вай фай 6 на 2 и 4 скорость подключения составляет 192 мегабита в секунду что соответствует ширине канала 40 мегагерц возле роутера чувствительность максимальная через одну стену скорости при таком подключении практически сотку выдает всю от моего провайдера который у меня есть там глухом месте квартиры чуть-чуть вышел из зеленой зоны однако это не мешает ему оставаться даже на 24 в очень хороших скоростных пределах на 5 ггц скорость подключения на составляет 1201 мегабит секунду то есть по протоколу вай фай 6 идет подключение чувствительность через одну стену от роутера хорошая такая должна быть на 5 ггц скорости максимальный для моего провайдера в самом глухом месте квартиры с двумя зеркалами двумя кирпичными стенами результат почувствительности на пятерочку с минусом скорости при этом практически никак не изменились в общем с работой навигации и вай фай полный порядок следующий пункт это работа мобильного интернета 4g лте и голосовые смартфон поддерживает все необходимые бенды для работы в наших сетях 2g 3g 4g но и даже какие-либо 5g про для нас это несущественно мадам аппарата просто шикарный имеет поддержку как lte advanced она же технология 4g плюс так и технологию агрегации частот как можете видеть объединяет в различных комбинациях и соседние диапазоны и внутри диапазонное агрегатирование тоже выполняет ну и как следствие скорости которые демонстрируют аппарат высокие максимально заложить фиксировать 186 мегабит в секунду по голосовым вызовом также все хорошо слуховой разговорный динамик имеет высокий запас громкости может быть чуть-чуть не хватает ему басовидности но это не противная пищалка и голосовой диапазон он передает отлично микрофон очень хорошего качества плюс ко всему имеется второй микрофон для аппаратной системы шумоподавления как всегда я вам подготовил запись с диктофона для демонстрации чистого качества микрофона и запись с линии во время разговора раз два три 4 5 вышел зайчик погулять вдруг охотник выбегает прямо в зайчика стреляет пиф-паф ой-ой-ой умирает зайчик мой один-два-раз раз два три проверяем качество микрофона при разговоре в смартфоне танк 3s заодно смотрим как работает датчик приближения он здесь инфракрасный работает неспешно но вроде бы нормально один-два раз раз два три сосисочная в условиях слабого приема сигнала сотовой сети танк 3s показал сопоставимую и даже немного выше чувствительность чем у у англ из 9 про а также отличную стабильность приема далее разберем систему и настройки смартфон работает на версии android 13 а вот она хотя нам обещали в общем-то в этом устройстве уже 14 версию android надеюсь что ближайшее время произойдет обновление до 14 версии это как всегда оболочка практически чистого android если мы посмотрим вот здесь вот у нас все признаки его но слегка переработанная можно убрать строку поиска и пункты меню у нас вот этот аппарат заточены касательно настроек здесь абсолютно все то же самое как у старшего брата танк 3 pro поэтому очень коротко мобильная сеть и интернет есть у нас и 4g звонки то есть и улте и звонки по вай-фай скриншотики вам должен обязательно показать вот пожалуйста мобильный вызов идет по сети вай-фай bluetooth в аппарате версии 5.3 есть кодеки и и си и ldc есть nfc которая прекрасно работает с мир пэй о отлично как работает с оперативой не выгружает я по моему вчера открыл мир пэй еще также поддерживается от g android авто проектор что касается его работы характеристик то он ничем не изменился по отношению к тому что был установлен версии 3 pro это тот же dlp современный проектор с разрешение 854 на 480 . яркостью 100 люмен в обзоре 3 pro я про него все рассказал и поэтому повторяться не буду а размещу в описании к видео ссылку уже с таймингом вы сразу попадете на раздел где я рассказываю о настройках этого проекта настройка смарт-кнопки то же самое здесь у нас функция вот этих двух кнопочек кстати они приятно утоплены это радует я как всегда назначаю одну из них на фонарик по длинному нажатию по моему да и двойное нажатием не назначена на скриншот верхней кнопки но там сочетаний достаточно много можно назначить и запуск функций вернее программ некоторых уведомления приходят кстати нормально от всех приложений умный помощник здесь у нас есть кое-какие настройки и есть вот такая вот хорошая функция а именно запись звонков в ручном и автоматическом режиме батарея отлично показывает статистику благодаря 13-му допильного андроиды честно говоря я не особо вижу смысла на 14 android переводить этот аппарат он на 13 работает просто шикарно хранили еще звук и вибрации у нас 4 регулировки в принципе все по стоку есть улучшение звука режим высокой точности и усиления вибромотор здесь линейный по оси z нет аптек но все-таки не противная жужжалка экран ручная адаптивная регулировка размеры шрифта регулируется в больших пределах здесь же у нас регулируется частота обновления умные 120 90 60 а вот регулировки цветового оттенка к сожалению и нету может быть она кому-то и будет нужно мне лично экран нравится и по стоку как настроен обой и стиль здесь как в чистом андроиде все безопасность отлично у нас работает сканер отпечатка вот так вот надо ему только дать немножко прикоснуться вот так к нему может такировка по лицу также работает очень хорошо раз с этим проблем никаких нету местоположение безопасность пароля аккаунты google система здесь нас есть управление жестами либо кнопками для разработчиков обновление системы пока вот как я уже сказал не было до 14 андроида на телефоне здесь мое оборудование система в целом работает очень хорошо плавно без каких-либо лагов пожалуйста браузер посмотрим прокруточку интернет где интернет есть вот обратите внимание все хорошо процессор это тащит все без проблем с оперативной памятью как я уже вам раньше сказал работает просто шикарно приложение удерживает в памяти вот это я вчера статью читал без проблем в общем с таким железом конечно странно если что-то было по-другому здесь у меня в данном случае 16 гигабайт оперативы и все прекрасно работает далее разберем мультимедиа здесь у нас в принципе то же самое абсолютно все что и у старшего брата воспроизводить на ю тубе конечно же данный аппарат умеет видео вплоть до 4 кей вот пожалуйста причем показывает даже из диар но из диар этот естественно не воспроизводит потому что нет у него расширенного цветового охвата видео оффлайн также 4k в аппаратном режиме вводить изображение по изби си не умеет на внешний монитор слушаем как у нас звучит динамик ну что ж звук в принципе точно такой же как и у старшего брата до громкий до без искажений но вот басов конечно я бы в таком корпусе побольше бы нарыл так сказать было наверное такая возможность ну в общем разработчикам виднее хотелось бы конечно мясистого звука ну и стерео тоже было бы не лишним но имеем то что имеем звук в наушниках точно такой же по 3 и 5 не отвратительный но и не потрясающие воображение если посмотреть на характеристики с которыми выводится то вот пожалуйста проводное аудиоустройство если подключить сам звук конечно становится лучше но не аудиофильский скажем так по bluetooth и си кодек хорошо по ldc вот кстати они очень хорошо из других мультимедийных возможностей у нас имеется fm-радио которая работает при подключенных наушниках естественно а также как я уже сказал запись разговоров с линии в ручном и автоматическом режиме и безо всяких предупреждений что особенно ценно потому что звонилка здесь гуглская но и в конце поговорим как всегда по камере здесь она претерпела серьезные изменения по отношению со старшим братом как по количеству модулей так и по качеству в качестве основного вместо 200 мегапиксельного в танке 3 pro здесь используется 50 мегапиксельный sony amx 766 достаточно древний датчик но неплохой в режиме беннинга он делает фотографии в 13 мегапикселей и диафрагму него 1 и 9 второй модуль это у нас телефото 34 хайникс хай 847 8 мегапикселей и диафрагма 2 и 4 третий модуль в основной камере это omni vision 64 мегапикселей в 64 b 40 это так называемая камера ночного виденья делает здесь фотографии в 13 мегапиксельном режиме и диафрагму не 1 и 8 и фронталка у нас от хайникс хай 5022 на 50 мегапикселей программа камеры выглядит следующим образом во первых модуль вот 1 основной естественно с автофокусом и 34 телефото также с автофокусировкой по режимам пробежимся значит таймлапс ночь это ночной режим не путать с night vision видео запись фото естественно режим портрета и в еще у нас есть режим профи ручными настройками которые нас может порадовать также есть инфракрасный то есть это как раз та самая ночная камера да вот так вот включается и выглядит qr-код моно это черно-белое изображение и здесь же у нас еще есть супер разрешение супер решение точнее я уже правильно говорю то есть супер разрешение это так включается у нас съемка на полную матрицу в фронтальной камере 50 мегапикселей можно включить и в основной также 50 мегапикселей в режиме фото настройки вот такие вот пропорции сторон стабилизация который нету сожалению даже на видео здесь хоть есть и пункт в режиме видео имеются настройки разрешения вплоть до 4 кей правда только 30 кадров на основную камеру на телефото также можно писать 4к на фронтальном можно писать 1080 только через родной софт вот пожалуйста но через open камера у нас возможно и цифровая точнее электронная стабилизация которая здесь хоть и значится но и как я уже сказал не работает и разрешение 4к на фронталку также есть возможность выбора подсветки на видео а вот на фото что приятно можно задействовать как обычную вспышку да так и вот этот мощный фонарик который кстати не показывал вот он здесь вот значится та самая дурная функция с мигалками здесь тоже присутствует вот они инструменты да не показал в настройках и здесь у нас и вот уличный фонарь отдельного включения пожалуйста максимум стандарт минимум выкл и вот эта функция симулятора различных событий до звук не буду включать короче говоря вот так вот это работает синий светодиод красный светодиод можем по отдельности можем вместе все это сопровождается безумной музыкой вернее звуковыми сигналами которые я вам показывал вот пожалуйста список от обычной полицейской сирены пожарной тревоги да там подводные атаки и ядерной тревоги ну в общем по настройкам камеры наверное все давайте перейдем к просмотру фотографий и видео которое может делать этот аппарат 1 фото как всегда полка со смартфонами приближение и видим очень неплохую детализацию прям таки отлично читаемы все надписи хороший очень контрастность никаких размытий я не вижу даже по углам по краям и количество шумов в общем-то минимальная на улице при ярком солнечном свете результаты но на мой взгляд довольно странные бритвенные резкости я тут не ощущаю хотя передний план выглядит достойно на удаление вроде видна кирпичная кладка но все какое-то слегка подразмытое есть здесь режима и ждет правда работает ну как-то странно вот это вот фотографии сделаны без hdr а вот это с hdr вроде небо стало синее но стал все еще более мыльным и пластилиновым вид остановки смотрим для начала передний план очень хорошо по детализации здесь по краям никаких размытий нету все резко 200 процентное увеличение и буквы на остановке принципе читаемых а вот делать фото на полную матрицу этот аппарат не умеет справа у нас фотография 50 мегапикселей слева сколько там 12 до мегапикселей и разницы между ними в качестве но нет никакого от слова совсем только чуть меньше ступенек на фотографии 50 мегапикселей телевик 34 дает довольно неплохие результаты вот здесь чувствуется что буковки намного лучше выглядят чем на предыдущих фотографиях на улице в целом фото получаются но на мой взгляд очень непредсказуемого качества здесь например прям все участки в темные замылены здесь хорошие освещение но тем не менее нету как я уже сказал бритвенной резкости в общем какой-то странное мыло присутствует на фотографиях где достаточно света и казалось бы картинка должна быть шикарной учитывая что 766 а макс это достаточно хороший модуль а вот работа телевика мне понравилась вот это вот обычная фотография то есть на стандартный объектив вот это вот телевик да а также телевик еще можно цифрами прибавить и вот десятикратный зум мы получается 34 оптический плюс цифровой довольно приличные результаты дает фронталка вроде бы по резкости неплохо но есть какой-то сиреневый оттенок у нее такой неприятный дешевый прямо скажем помещение вот тут аппарат делает просто отличные фотографии может быть по насыщенности маловато хотя нормально это мы просто привыкли к работе этих и айпере насыщенных на других смартфонах а по резкости обратите внимание претензий вообще 0 цифры выглядят отлично и крупные буквы все читаем если мало обычной камере можно использовать телевик тут можно прочитать даже самый мелкий текст вечерние фото для начала вот такая общая фотография автоматическом режиме и вроде бы неплохо именно так и выглядела окружающая так сказать реальность в этот момент но если приблизить мы видим некоторое количество шумов которые здесь еще не так заметны а вот на этой фотографии заметно больше обратите внимание крестики нолики присутствует но при этом нету замыльности зато видите как деревья достаточно хорошо детализированы работа ночного режима в данной камере у нас слева без ночного режима справа с ночным режимом ну и в общем-то субъективно немножко улучшилась резкость вот здесь вот обратите внимание до пересветы но вроде тоже как за витринами немножко убраны здесь на фонарике но не так чтобы прям повысилась в разы какая-то резкость читаемость плиточки вон в режиме ночном также мутненькие ну в общем работает далеко не идеально как как мне кажется фронталка вечернее время безбожно мылит кстати у нее нету портретного режима а вот на основной камере портретный режим есть и он работает довольно неплохие результаты дает хотя персонаж не бритвенно резкий опять же ну такой мягкий будем сказать что для портрета это допустим задний фон размывает хорошо а вот фотографии помещения иногда получается просто шикарные как вот это обратите внимание какая прекрасная детализация обоев отлично видно все фотографии даже динамический диапазон на мой взгляд на твердую четверку работа вспышки и съемка в полной темноте это именно со вспышкой дает какой-то зеленый оттенок а вот если включить классный фонарь уличный тогда без проблем и детализация у нас шикарная и баланс белого правильные и никаких шумов нету в общем все хорошо включаем фонарь в темноте и рады камера night vision прекрасно работает в этом смартфоне имеет автофокусировку делает вот такие вот снимки а также хорошо пишет видео причем до 4к с разрешением и как я уже сказал с автофокусировкой видео смартфон пишет с электронной стабилизацией правда включить ее можно только в open камере в родной камере она вроде включается но не работает до 4к качество изображение на мой взгляд средняя звук пишет стерео тоже скажем на 4 с минусом это разрешение ultra hd 4k также 30 кадров также вроде как включена электронная стабилизация запись звука кстати стерео этого аппарата качество оценки позже 4к без проблем это запись видео на три с половиной кратный зум переключаться на лету нельзя к сожалению на обычный объектив снимать аккуратно можно разрешение 4к утра hd open камера электронная стабилизация включена по всей видимости работает даже получше чем на родном софте запись видео на фронтальную камеру танк 3s родной софт 1080 30 кадров электронная стабилизация включена и вот здесь мне кажется так работает лучше чем на основной камере на родном софте из open камера как выяснилось можно снимать даже 4к на фронталку правда очень большой троп вытягивается максимально вперед 4к ультра hd также родная камера также 30 кадров также нет стабилизации фокусировка так-то работает вроде бы нормально запись видео на инфракрасную камеру фокус у нее работает отлично прекрасно подсветка на ней уже на самом снятая в общем пользоваться ей можно но какие выводы можно сделать по камере возможности и конечно урезали по отношению к танку 3 pro в частности убрали ультраширик с автофокусом и в общем-то макро режимом на мой взгляд сделали там напрасно понизли бы просто разрешение этого было бы достаточно ну и в целом качество фото когда-то очень хорошо получается при помещении внезапно очень хорошие фотографии но с другой стороны вот на ярком солнце что основная камера что фронталка ну как-то мне не очень показались выразительными в общем обработка для третьего эшелона обычное дело страдает что можно сказать по смартфону в целом друзья юнихерц и их дочернее предприятие 8849 выпустили несколько упрощенную версию своего флагмана так скажем которая в общем-то стала стройнее ну и чуть урезанная по функционалу камеры потерял она немножко и в цене но дело в том что немножко поскольку как вы помните старший аппарат 3 pro стоил 650 по моему долларов в максимальной версии 18 на 512 этот аппарат в минимальной версии 12 на 256 будет стоить по моему четыреста девяносто девять долларов а вот как у меня в версии максимальной будет стоить пятьсот шестьдесят что в рублях примерно там 53 тысячи плюс какие-то скидки может быть будут в общем чуть больше 50 тысяч рублей что на мой взгляд конечно достаточно много помните я спрашивал вас в прошлом обзоре танка 3 pro в конце сколько вы готовы были заплатить за этот аппарат дабы выяснить ну так сказать народную цену этого девайса так вот друзья моим старшая версия танка 3 pro после значит того как поступила на рынок на авито по 50000 отлетала на ура при цене своей там 61 по моему 62 я лично продал свою версию за 52 тысячи человек был очень доволен что ему удалось купить на 10 тысяч дешевле чем она стоит на алиэкспрессе тем самым еще и не платить налог так что друзья мои если такие аппараты не нужны вам это не значит что они не нужны и никому поклонники у этих смартфонов имеются и в общем то несмотря на вот эту вот свою так сказать ауру такого мощного безумно сочетающего в себе всяческие функции аппарата популярность имеют а на сегодня у меня все друзья спасибо всем за просмотр не забывайте подписываться на все мои ресурсы в соцсетях всем мира добра до новых встреч пока